Дорогие подписчики, приглашаю вас на мои другие каналы, видео о новостях зарубежного автопрома и мира наручных часов, бодибилдинге и здоровом образе жизни. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. 29 декабря 2010 года в Айове происходил розыгрыш Харт Лото. Харт Лото это разновидность лотереи. Если игрок угадает 5 номеров плюс бонусный номер, он может выиграть целое состояние. В этом розыгрыше был победитель, который выиграл 16,5 миллионов долларов. Но вот незадача, никто за выигрышем не пришел. Компания, проводившая лотерею Айова Лотери, выпустила пресс-релиз о том, что победитель должен заявить о себе не позднее 29 декабря 2011 года. В этом штате победитель не может оставаться анонимным. Его имя должно быть известно всем, если он получает свою награду. Многие люди выступили с заявлением о том, что именно они выиграли столь потрясающий приз. Однако у них не совпал серийный номер на билете. Кто-то утверждал, что потерял билет или его украли. Но все же у компании был шанс узнать победителя. У нее имелись кадры видеонаблюдения, на котором был запечатлен победитель, купивший билет в магазине 23 декабря 2010 года. Никто из людей, претендовавших на победу, не был похож на человека на видео. Видео было очень плохого качества. Мужчина, казалось, специально избегал попадания на камеры магазина. На голове у него был капюшон, а под ним кепка. Наконец, в ноябре 2011 года один мужчина заявил о том, что победитель лотереи именно он. Мужчина позвонил в Айова Лотере, у него был правильный 15-значный серийный номер билета. Этим человеком был Филипп Джонстон, адвокат из Квебека, Канада. Он заявил, что не смог прийти лично из-за болезни. Затем представители компании поинтересовались, во что он был одет в день, когда купил билет. Он написал одежду, но она совершенно отличалась от той, что можно было видеть на видео с камер наблюдения. Что-то тут было не так. Представители лотерейной компании все сильнее давили на Джонстона. И в конце концов он сдался. Он заявил, что претендует на выигрыш от имени другого человека, который не хочет, чтобы его узнали. В соответствии с правилами Айова Лотере, требование Джонстона было отклонено. 29 декабря 2011 года, за несколько часов до истечения срока, юридическая фирма Демоин обратилась в Айова Лотере. Они заявили, что претендуют на выигрыш от имени Траста. Айова Лотере стали распутывать дело. Они обнаружили, что благотворителем Траста была корпорация, базирующаяся в Белизе. Ее президентом был Филипп Джонстон, генеральному директору Айова Лотере Терри Ричо. Все это показалось очень подозрительным. В связи с этим, генеральная прокуратура штата Айова и отдел уголовных расследований штата Айова открыли дело, чтобы выяснить, что же происходит. Джонстона допросили об этих странных обстоятельствах. В конце концов, он признался. Он сказал властям, что ему дал билет адвокат из Техаса Роберт Санфилд. И что Санфилд получил билет от техасского бизнесмена Роберта Ротца. Однако, власти не смогли ничего выяснить ни у Санфилда, ни у Ротца. В течение трех лет дело стояло на месте. У властей было мало информации для работы. Но кое-что они все же сделали. Они обнародовали некачественное видео с камер видеонаблюдения. Они надеялись, что кто-то сможет узнать человека по его внешнему виду или по голосу, когда он делал покупки. Видео быстро распространилось в сети. Начальство Мэйн Лоттери переслало ролик своим сотрудникам по электронной почте. И как только они посмотрели видео, то узнали голос, который принадлежит человеку, который несколько лет назад работал в компании. Этот человек трудился в Мэйн Лоттери в течение недели, где проводил проверку безопасности. Видео было показано. И Наэль Крюгер, менеджеру розыгрыша в Айова Лоттери, она сразу поняла, кто это. Эдди Типтон. Типтон работал в ассоциации MUSL, Multi-State Lottery Association. В качестве директора по информационной безопасности. MUSL работала со многими лоттерейными компаниями по всей стране. И одной из них была Айова Лоттери с Hot Loto. Типтон был тихим человеком, который всем нравился. Он вырос в Техасе. В должностные обязанности Типтона входило создание веб-страниц и разработка программного обеспечения. Он также устанавливал фаерволы для обеспечения безопасности в компьютерной системе MUSL. Кроме того, он занимался вопросами безопасности лотерейных игр в десятках штатов США. Часто он работал по 60 часов в неделю. Работая в MUSL, он получал заработную плату в размере 100 тысяч долларов в год. Но как-то смог себе позволить потратить 540 тысяч долларов на строительство нового дома. Поскольку Типтон жил один, многие задавались вопросом, как он мог позволить себе строить такой дом. Типтон рассказывал, что строит дом, чтобы иметь больше шансов найти жену и завести детей. Эд Стефан был начальником информационной службы в MUSL. Он не мог поверить, что это был Типтон, когда увидел запись с камер. Эти двое были близкими друзьями. Они вместе купили землю и построили смежные дома. Джейсон Марр был еще одним близким другом Типтона. Эти двое разделяли страсть к компьютерам. Типтон даже помог Марру устроиться на работу в MUSL. Марр был шокирован, увидев видео с другом. Но ему хотелось удостовериться, что это именно он. Джейсон отделил звук с камеры видеонаблюдения в магазине и улучшил качество. Затем он снял звук голоса Типтона с камер наблюдения в своем доме. Марр сравнил аудио двух файлов. Звуковые волны соответствовали друг другу. Но на этом Марр не успокоился. Он пошел в магазин, где была сделана видеозапись. Он измерил размеры плитки на полу и использовал их в качестве ориентира при изменении пропорции человека на видео. Все указывало на то, что это именно Типтон. Марр признался, что когда к нему пришли ребята с ФБР, он хотел им сказать, что это не Эдди. Но это был именно он. Как только полиция узнала, что Типтон это и есть таинственный человек с видео, они допросили его. Типтон утверждал, что его не было в Айове в то время, когда был куплен билет. Полицейские спросили его о людях, которых он знал в Техасе. Он упомянул свою семью, но ничего не рассказал о Роберте Ротсе. Полиция провела дальнейшее расследование. В записях телефонных звонков было обнаружено, что той ночью Типтон находился в Айове и разговаривал с Ротсом по телефону в течение 71 минуты. Полиция также поняла, что Типтон и Ротс были лучшими друзьями и даже проводили отпуска вместе. Типтон также работал в фирме Ротса в течение нескольких лет. Марр также сообщил полиции, что Типтона всегда интересовали программы, которые самоудаляются после выполнения поставленных задач. Полиция была уверена, что они нашли того, за кем так долго охотились. Но они не могли доказать, что была использована самоудаляющаяся программа и как вообще все было устроено. Не было никаких доказательств и на жестких дисках лотерейной компании. Все было стерто. Но все же Типтону были предъявлены обвинения. Слишком много косвенных доказательств. Роб Сент был помощником генерального прокурора. Он был в команде обвинения. Ему удалось убедить жюри, что Типтон был виновен. 20 июля 2015 года Типтон был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Однако команда Типтона подала апелляцию. Типтон был освобожден до результатов апелляции. В то время как Сент полагал, что он нашел злоумышленника, что-то было не так. Юридическая команда Типтона запросила скорый 90-дневный суд. Это значительно сократило объем расследования, которое могло провести обвинение. Было получено анонимное сообщение, что брат Типтона, Томми, выиграл в лотерею около 10 лет назад. Томми выиграл почти 570 тысяч долларов в Колорадо лотере. Вскоре после этого Томми связался со своим другом Томом Баргасом. Баргас владел рядом киосков, где продавали фейерверки, и дважды в год к нему поступали огромные суммы наличных. Томми хотел обменять свои новенькие полмиллиона в банкнотах на уже потрепанные банкноты. Баргас знал, что у друга с его-то зарплатой не может быть таких денег. Баргас был уверен, что друг что-то мутит. Никто не меняет новые банкноты на старые без причины. Затем Баргас сказал ФБР, что считает, что Томми был вовлечен в коррупционное дело. ФБР сделали проверку, но ничего не нашли. Но эти слова Баргаса подтолкнули ФБР и Сэнда к проверке других выигрышей в лотерею. 29 декабря 2007 года некая акционерная компания выиграла почти 784 тысячи долларов в лотерее в Висконсине. Компания принадлежала Роберту Ротцу. При ближайшем рассмотрении ФБР обнаружила, что компания заплатила огромную сумму Типтону вскоре после победы. 23 ноября 2011 года Кайл Конн выиграл 1,2 миллиона долларов в лотереи Оклахома Лоттери. Он сам выбирал выигрышные номера на билете, не надеясь на великий рандом. Сэнд изучил телефонные записи Типтона и нашел там номер Кона. Сэнд также обнаружил, что два победителя лотереи, которые выиграли скромные суммы 15,5 тысяч долларов в Канзас Лоттери, знали Типтона Эми Уорвик и Кристофер Маклоски. Уорвик ходила на свидания с Типтоном, но они остались хорошими друзьями. Уорвик сказала Сэнду, что Типтон попросил ее забрать деньги от ее имени. Из-за условий его работы он не мог участвовать в лотереи. Сэнд понял, что некоторые победители даже не подозревали, что делают что-то не так. В Висконсине полицейские обнаружили компьютеры-генераторы случайных чисел, которые использовались для розыгрыша лотереи в течение 2007 года. Жесткие диски на них не стирались. Сэнд поручил Шону Маклендону изучить подробнее эти компьютеры. Маклендон обнаружил кусок кода, которого там не должно быть. Считается, что Типтон использовал рутки для установки кода на компьютеры. Новый код не сильно повлиял на функциональность компьютеров. Они все так же выбирали числа. Иначе код можно было бы легко обнаружить. Но новый код изменил программу. В определенные даты 27 мая, 22 ноября и 23 декабря код значительно уменьшал выбор чисел, которые компьютер может выбрать. Тогда Типтон имел возможность рассчитать наиболее вероятные числа, которые выберет компьютер. В итоге шансы на победу становились не один к 11 миллионам, а один к нескольким сотням. Как только адаптированный код был одобрен, его скопировали на другие компьютеры и отправили по всей стране для других лотерей. Типтон тогда предоставил своим друзьям и семье список вероятных чисел, чтобы те могли выиграть деньги. Затем он получил небольшой процент взамен. По словам адвоката Типтона, выигрыши составили 2,2 миллиона долларов, а Типтон получил только 350 тысяч. Типтон представлял себя своего рода Робин Гудом, который помогал нуждающимся. Однако, поскольку Типтон и его брат владели большим количеством недвижимости, обвинение усомнилось в подобном благородстве. Обвинение заключило сделку с Типтоном. Он признает себя виновным и рассказывает все о своей мошеннической схеме. В январе 2017 года Ротс получил 6-месячный домашний арест и штраф. В марте 2017 года Типтон был приговорен к 25 годам тюремного заключения. В 2019 году Терри Рич и журналист Перри Биман написали в соавторстве книгу «Игра на 80 миллиардов». История о том, как подозрительный билет сорвал планы по самому крупному мошенничеству в истории лотереи в США. В книге они подробно рассказали историю мошенничества Типтона. Когда сага о Типтоне была лидером продаж в 2016 году, Ларри Доусон попытался подать в суд на МЮСЛ за некомпетентность. В мае 2011 года он выиграл 9 миллионов долларов в Айова лотере. Он утверждал, что сумма выигрыша должна быть 25,5 миллионов долларов. Но из-за махинации Типтона сумма его приза была снижена. Вот такие дела. Спасибо за просмотр.